Субтитры создавал DimaTorzok Чем более человек, я бы сказал, очищался, духовно очищался, чем большего духовного совершенства он достигал, тем, тем он более видел себя недостойным Бога. Подумайте только! Причём выражали это они в таких словах, просто поразительных словах, которые для человека, ничего не понимающего, будут звучать как абсурд, или какое-то лицемерие, или лукавство. А они-то, Боже мой, они с полной, я бы сказал, с полнотой души, со слезами. Да, говорили о том, поверьте, братья, Пимен Великий, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Сисой Великий, умирая, лицо как солнце просветилось, он умоляет ангелов, явившихся ангелов, вокруг него собрались эти его сподвижники, он умоляет дать ему время на покаяние. И когда сподвижники сказали, сисой, тебе ли каяться, ответ – поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Кто читает утренние молитвы, те, наверное же, обратили внимание на молитву Макария Великого. Я привожу великих только, вы слышите, никого нет, великих. Пимен Великий, сисой Великий, Макарий теперь Великий, их не так много в истории церкви. Великий, Боже, очисти мя грешного, яко николи же, николи же, никогда же, сотворих благое пред тобою. Вы слышите? Они что, сговорились, что ли? Что такое? Дальше, не знаю, больше или то же самое, но вдруг заявляют, что святые оплакивали свои добродетели, слышите, добродетели, как грехи. Это что такое? Нет, это невероятно. Это какая-то игра, это какое-то лицемерие. Боже мой, чего не услышишь? Действительно, Смердяковщина всюду присутствует. Для Смердякова действительно. Это игра, это лицемерие. Даже не понимают, не понимают простой вещи. Конечно же, будь весь в грязи, но пока тут тьма. Мой костюмчик чистенький, замечательный. Чем больше к свету, тем, ой-ой-ой, нельзя ли куда спрятаться? Оказывается, я весь обрызгал с головы до ног. Чем ближе к Богу, тем действительно становится более очевидным, более ясным, до наше состояние повреждённости, в котором мы находимся. Вы слышите? Повреждённости, да. Искажённости, которые присутствуют в нас. Это же естественно. Недаром есть один великий критерий, который бы, ну, нужно бы знать, ну, всем христианам до единого. Тогда, может быть, не было этих сумасшедших так называемых праведников, так называемых святых и прочих, не хочу говорить. Не было бы, если бы они знали, великий критерий, который звучит так. Первым признаком начинающегося здравия души является в видении грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот он, критерий. А мы какими критерием пользуемся? Почитайте наши книжки, книжоночки, всё больше переживаний благодати. Вы слышите? Дары. Дошло до безумия, как, например, феномен Торонто, например. Знаете, феномен Торонто в чём заключается? Несколько пасторов протестантских собирают огромное количество людей на площади. Несколько тысяч. И там, это пасторы талантливые, настоящие, произносят огненные речи, доводят людей до экзальтации буквально. И начинается, через какое-то время, когда один за другим выступают, так и вдруг начинается крик там, крик здесь, падают, бьются в конвульсиях, начинают кричать и говорить. И все – о, говорение на языках! Дух святой сошёл на них! Вы слышите, что творится? Оказывается, Дух святой сошёл на этих бедных, которые корчатся в конвульсиях. Я сам даже присутствовал на одном, ну, не таком, конечно, да. Было бы интересно на таком поприсутствовать, но несколько более мягком. Когда после хорошего обеда, обед там в 6 часов, часов в 7 вечера, полвосьмого где-нибудь, значит, за границей нас перевели в зал, заходим в зал, так, столики, по 4-6 человек, на столиках только свечи, никакого электрического освещения, все расселись, и молчание! И молчание! А вы знаете, когда вот так молчание, ничего, то тут каждые секунды, наверное, длится 5 минут, поэтому я не знаю, сколько времени, и вдруг там встаёт женщина и начинает говорить. Говорит чушь всякую. Ну, простите, нет, не чушь, нет, она начинает, это Евангелие что-то такое, кто-то сказал, тух, так, опять молчание. Там мужчина встаёт, и он начинает говорить о проблематике чего-то молодёжной. Говорит, так, опять молчание. И вот так продолжается приблизительно сейчас. Кто-то говорит, молчание. Я потом спрашиваю, а что это у вас такое было-то? Скажите. На меня посмотрели, как, знаете, на динозавры из какой-то эпохи. Человек. Где двое или трое соберут своими моё, там я посреди них. Неужели вы не читали Евангелие никогда, профессор? Дух Святой даёт каждому человеку прорвозвещать. И вот он прорвозвещает, как на кого Дух нашёл, так он вскакивает и начинает говорить. Ой, как интересно, надо же это-то. А как вы узнаёте, что это Дух Святой? А вдруг это не Дух Святой? Как быть? Вот тут на меня посмотрели с негодованием уже. Такого скепсиса они не ожидали. Как это не Дух Святой? Какой же ещё может быть Дух? Только Святой. И больше никакой. Вы представляете, я бы сказал, до какого безумства безумства уже докатилось, кстати, западное христианство. Вы знаете, каждый пятый католик в Соединённых Штатах говорит, что он харизматик. Харизма – благодать. Особое дарование – благодать. Он харизматик. Они участвуют вот в этих всяких мероприятиях, где Дух Святой их накатывает на них. И они там выплёвывают всякие вещи. Приблизительно это что? Пятая часть католиков. Я вам скажу более страшную цифру. Каждый четвёртый американец – там же любят эти опросы всякие дела. Каждый четвёртый американец очень скромно называет себя святым. Ну как, вам нравится? Святым не больше и не меньше. Кстати, очень важно, в какую эпоху мы живём. Как сейчас и у нас ищут всяких святынь, святости, переживаний, блаженств, состояния, чуть ли не экстазов. Я не знаю, чего только и ищут. И забыли величайший критерий, по которому действительно мы можем только узнать, что хоть немножко у нас открывается взор, истинный взор на себя и, соответственно, конечно, и на весь мир. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. можно подумать, ну а что, я вижу грехи, да ничего не вижу. Вот когда у меня зуб болит, я знаю, что болит. И я начинаю, знаете, ой-ой-ой, прыгать, куда идти. Правда? Правда. Почему? Болит. Грехи у меня? Ха-ха-ха. Ну, правда, есть. Идём в ресторанчик сходим. Слышите? Изумительно! Это я грешный. Грешный, да? Никакой грешности. Что вы? Грех – это рана. И если человек не ощущает этой раны, так кто же он? Недаром в одной из молитв, которую мы читаем, вечерней молитвой, «Господи, избави меня от окамененного нечувствия». Окамененного нечувствия. Я помню, учились мы в академии, да, и один был у нас такой, высокорсник наш, студент Васенька был такой, да, он любил погулять, так, пришёл уже где-то в час ночи, а зима была. Представляете? Зима. Ну, ладно, пришёл Лёха, не буду, что мы там делали, но утром он встаёт, и мы тоже. Вы знаете, что было? Мы все умирали от смеха. Мы упали просто все. У него уши вот такие вот были, красные, толстые. Отморозят себе уши, бедные. Да. Говорю, Вася, что с тобой случилось? Он говорит, а я и не чувствовал. Страшное дело, страшное дело, нечусть, нечусть, нечустьвие. Хорошо у него благополучно окончилось, а ведь можно и потерять так. Правда? Избави Бог от окамененного нечуствия. Общее состояние, это нечустьвие. Мы вовсе не чувствуем своих грехов. Мы то есть осознаём иногда умом. Иногда уж, когда уж пакость какую-нибудь такую сделаем, что уже тут уж слишком, ну, засвербит совесть, конечно, начнёт болеть. А так, в общем, в общем, ничего. Как приходится часто говорить, я хороший человек. Что же открыло христианство? Открыло первое, что оказывается, я вовсе не хороший человек. Понимаете, вот беда-то. Вообще, христианство – ужасная религия. И я понимаю, почему её не принимают. Особенно православие, конечно. Сейчас западной христианства нет, это уже хорошая религия. Там у них всё хорошо. Просто великолепно. Церковь – это развлечение. Религия – это один из таких элементов, ну, культуры, что ли. И больше ничего. Там никто не заденет, никто не заденет мою совесть. Никто мне не скажет ни о каких грехах. Что исповедь вообще уже после Второго Ватиканского собора вообще исповедь прекратилась. Вы слышите? Второй Ватиканский собор – это 1962-65 годов, на который возлагали такие надежды все. О, это собор, реформатор. Что он даст? И дал. Исповедь практически прекратилась. Причастия – никакой исповеди. Пост перед причастием – один час. Один час. Сидим в ресторанчике – раз, и в мессу. Всё, как час прошёл – пожалуйста. Никаких проблем. Ратовали. Ратовали, кстати, любопытно, довольно. Очень ратовали и возмущались тем, что месса совершалась на латинском языке. Ну, действительно. Не очень ты её, понимаешь. Хотя, кто постоянно ходит, могли бы спокойно понять суть дела, всех молитв. Ну, Господи, не такой уж язык, уж сложный уж латинский язык. Тем более, все западные языки все на латинской почве. Все выросли из него. Ратовали железно. На национальных языках надо. Чтоб всё было богослужение понятно. Сделали. Сделали. На каком языке – пожалуйста. Езжайте в любую страну Европы. И что? Перестали ходить суть. Перестали. Народу. Там, в Европе. Очень мало. Никто не ходит. Летом. Какое у меня место? Вы что? Я на дачу еду? Зимой? Да некогда мне. Там телезионный сериал какой-то. И так далее. Знаете, по сравнению с тем, что было, это говорят те, которые уже сами являются свидетелями, что было до 1962 года, до собора. И после – это колоссальная разница. Наконец-то место стало. Ах, нет, наконец-то литургия стала на русском языке. Вот теперь-то мы все двинемся в храм. А то раньше славянский язык. Да чего ж он непонятный был? Вот теперь-то, как по-русски мне скажут, то я только и буду в церкви быть. Оказывается, какой обман? Самый обман, конечно. Только православие настаивает вот на этом поразительном критерии. Говорит, для того, чтобы... Я говорю, критерий, что первым признаком начинающегося здравия, здоровья души, является видение грехов своих. Оно говорит, что задача человеческой жизни не в простой праведности. Да, она необходима, конечно. Если я буду негодяем, то о чём больше ещё и говорить-то, да? Дело не это. Это ступень, если хотите, ветхозаветная, которую апостол Павел называл тенью, тенью будущих благ. Как вот человек – его тень. Значит, не это оказывается, а оказывается, задачей человеческой жизни является очищение души, души очищения. Как это происходит? Как это происходит? Об этом говорит наука. Наука. Какая наука? Не естество знания. Нет, нет. Наука, которая называется аскетикой. Не думайте, только не пугайте этого слова. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни, и больше ничего. Все думают, аскетика – всё, не есть, не пить, не спать, не жениться, не замуж выходить. Да нет, ну, конечно, есть разные формы. Есть и такие формы, конечно, есть ступени, и такие естественные. Но на самом деле аскетика – это наука о правильной человеческой жизни, и больше ничего. умеренность, умеренность, как во всех проявлениях. Ну, тут есть целый ряд принципов, целый ряд, о которых это отдельный уже вопрос. Есть законы духовной жизни, о которых говорит аскетика. Законы. Но суть в чём дело? Христианство открыло нам, зачем живёт человек. Праведник может жить справедливо всё, но он никогда, никогда он не сможет, не сможет узреть Бога, как он, ибо блаженно чистые сердцем, а они Бога узрят. Православие говорит направить всё своё внимание на состояние души, то есть, первое и главное, к чему я стремлюсь. Главный вопрос я должен решить в своей жизни. Что я хочу? Я хочу лимон. Чего? А этот лимон, думаю, да нет, лимон евро, а вы, наверное, перепутали. Не то поняли. Один хочет богатства, другой – славы, третьей – власти, цель жизни. Четвёртый – хоть бы хлеб насущный был бы, пятый – да хлеб, ладно, бутылка, что бы у меня была. И чего только не было. Первое и главное, что определяет затем всю деятельность человека, все направления, если хотите, его работы – это цель. Как важно, как важно определить эту цель. православие, православие утверждает и говорит об этой цели. Это цель богоподобия. Те, кто стали на путь очищения своей души, они действительно поняли, зачем живёт человек. Поняли. И каждый это может понять. Зачем он живёт? око не видела, ухо не слышала, и на сердце человека не всходило, что приготовил Бог любящим его. И на сердце человек не всходило. Те блага, которые, оказывается, находятся внутри человека, как и Христосского Царства Божия внутрь вас есть. Не там, где это такое, а внутри вас есть. Отечество наше где находится? Внутри нас, оказывается, оно – это родное Отечество. Все блага, все сокровища здесь они, внутри сердца человеческого, из которого никто не может ни украсть, ни подкопать, как написано в Евангелии. Христианство православие, оказывается, показало нам, что смысл человеческой жизни заключается в максимальном уподоблении Богу, который свят, Богу, который чист. Здесь, на этом пути очищения только, человек может, наконец, понять, оценить и с благоговением преклониться перед Богом. и понять, зачем, зачем живёт человек, зачем, чтобы быть с Богом и в Боге, который есть любовь. Ну, ладно, я боюсь, что, знаете, профессорам, Павел Игорьевич знает, что профессорам нельзя давать свободу слова, потому что они потом будут говорить сколько угодно, наверное, вот, поэтому я останавливаясь на этом, мне сказали, что у вас уже миллион вопросов есть. Вчера согрешил, Адам согрешил, и мы изгнали из Раева, потому что он хотел познать древо жизни, добра и зла. То есть уподобиться Богу. Ну, я понял так вот из ваших. Не уподобиться, а стать Богом. А стать, извините, извините, извините. Не уподобиться Богу. То есть не если такое вот, его за это изгнали, и он к этому уже опять же идёт всё же. Хорошо. Хорошо, да. История человечества показывает нам, по какому пути пошло это познание, и к чему оно приводит человека, это познание, когда оно игнорирует того, в чьих руках, в чьей власти, и который является сутью всего существующего, вместо познания Бога, который является источником всего, так мы устремлились во что? А что там в ядре атома? Какие там кварки или пружины? Что там на миллиарды, так сказать, световых лет находится? Куда мы обратили внимание? Допустили опять-таки принципиальную ошибку. Если Бог является источником всякого знания, в нём сокровенно всё знание, он в нём, вот в этом, разве не сюда я должен направить всё своё внимание на Бога познание, тогда мне всё откроется. Оказывается, есть возможность. Вместо этого Бог нам не нужен. в дубне. вот у нас проходят конференции ежегодные в Дубне, в Дубне наука, философия, религия. Да, и вот там приходилось, ну, постоянно приходится это говорить об этом, я как раз от религии там председательствую, приходится говорить об этом, что научно-технический прогресс наш пошёл по пути, который не имеет границ. Каких границ? Моральных. Хотя бы моральных границ. И посмотрите, к чему мы приходим. Ой, если бы они были, эти границы, мы бы не имели ни атомной, ни водородной бомбы, мы бы не имели ни бактериологического, ни химического оружия, мы бы не имели тех экспериментов в области генетики, которые теперь грозят вообще уже извратить всю природу человека. Всю природу. Оказывается, познание, в котором не присутствует божественных границ, я так выражаюсь, то есть тех норм жизни, при которых только человек может быть действительно богоподобным существом, это познание вне Бога и без Бога ведёт к тому, что человек уничтожит сам себя. Академик Моисеев великолепно писал об этом. Глобальная катастрофа может разразиться с такой скоростью, что уже никакие человеческие усилия не смогут её предотвратить. Мы, пишет он, 20-й век, это был, может быть, наиболее благополучный век, 21-й век. Грозит нам тяжелейшими вещами, пишет он. Человечество, как биологический вид, должно погибнуть. Человечество. И это произойдёт не когда-нибудь в неопределённом будущем, он пишет, а уже, возможно, в середине 21-го века. Это пишут учёные с мировым именем, которые, не знаю, и премии, и всё на свете. Так что это не пустые слова. Если бы сказал какой-нибудь богослов такие вещи, ну да, пугает нас концом света. Это пишет человек совсем так. И все учёные сейчас об этом говорят. Они же за голову схватились. Они горчат политикам, что вы делаете? Вы не смотрите на то, что происходит с самой природой и даже человечество потерял вот эти границы, божественные границы, эти нравственные границы и духовные границы познавательного процесса убивает самого себя. Вот, оказывается, что происходит. Не приближается к Богу, ибо приближение к Богу возможно только на пути Богопознания. А Богопознание заключается заключается в чём? Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога познают узел. Вот, оказывается, путь. Путь-то какой духовного очищения на этом пути. И, кстати, на этом пути открываются, знаете, какие вещи. Вот здесь очень важно немножко даже прям бы это было бы очень хорошо бы заняться кому-нибудь. Но какие вещи? Оказывается, духовное очищение человека возвращает ему, эта духовная чистота, возвращает человеку ту власть над природой, которую он имел, и которой он мог пользоваться без всякого вреда и для природы, и для себя. Сейчас наша власть во что превращается? В эксплуатацию, в избиение природы, в уничтожение. У святых нет. Точно наоборот. Там эта власть напротив. Ну, в случае Серафим Саровский, посадили лук, а утром говорят, ступайте, надо лук нарвать сёстрам Дивеевским. Вы вчера только посадили. Ну, идите, идите. Там лук какой хороший. Пожалуйста. Вот эти факты, интересно бы их было собрать. Или, например, по воде. Твой пустыльник подходит и по воде спокойно переходит. Но один смотрит потом, посмотри, свои сандалии. У одного совершенно никакой влаги, а у другого чуть-чуть влаги. У другого говорит, что, я в чём-то согрешил. Говорит, ты подумай. Тот вспомнил, когда-то он, ну, кому-то, или птичкам, или ещё, именно пожалел, не дал, согрешил. А предведение Афанасий Великий, один из таких, ну, тоже великий, я привожу, он был постоянно подвергался гонениям. И вот однажды двое монахов везут её по Нилу. В Египте это было по Нилу. Да, и вдруг эти монахи переглянулись друг с другом и улыбнулись. Афанасий понял, что ж ты, архиепископ Александрийский, то есть патриарх Александрийский, гонение, и ты убегаешь? Афанасий понял. Так. И скажу, что? Один говорит, ну, ты скажи. Тот, ну, нет, ты скажи. Ну, знаете, так, ну, ладно. И говорит ему, в эту минуту погиб Юлиан отступник, его гонитель. Вы слышите, человек, оказывается, приобретает и знание, и власть над природой совсем другим путём, а не тем, по которому мы пошли, говоря, в земле и в ное. Вот, оказывается, какова ситуация. Так что, Богу познание вот где совершается. Да, пожалуйста. Вы понимаете от трёх формы святности? Первая, Павел, а какие другие? Вот оно что. я сказал, она связана с чем? Вот с той психологией, выразимся таким образом, это грубовато, конечно, не точно, психологией разбойника, который был справа распят на кресте. Чем она характеризуется, эта святость? Он святой был? Какой же святой? Какой же святой? Руки по локоть в крови. Слушайте, ему Христос сказал, сегодня же будешь в раю, а в рай грешников не пускают? Да, он пускается. Оказывается, первая категория, я скажу так, святости в чём заключается? Оказывается, тот человек, который действительно осознает свою греховность, чего у нас нет совершенно, извините за такой комментарий, чего у нас нет, осознает, искренне раскается в этом пред Богом и смирится, а не будуть думать, что у меня там, Господи, кусочек в раю-то там уже, уже, я уже оформил себе, так, и смирится, спасается, то есть Бог очищает такого человека. Вот первая ступень святости. Вторая ступень – то, что мы именуем праведностью. Это вот все те, которые действительно живут по нормам религии, таким нормам, ну, внешним, я бы сказал, нормам. Они стараются никого не обижать, не обманывать, не совершать преступления, само собой, разумеется, исполнять там церковные обычаи, исповедаться, причаться. Так, ну, кажется, ничего. Ну, вот так. Вторая ступень. Но эта праведность чем характеризуется? И может характеризоваться? И большей части. Если человек не занимается тем, о чём я сейчас скажу, следующей ступенью, так, то при этой праведной жизни все страсти у него живы. И вы его не тронь, а то пойдёт, знаете что? Можно в рифму, нет? Ой, ну, будьте ругать меня, не тронь, а то пойдёт воню. У него и тщеславие есть, правда? Особенно, если он увидит, что он праведник, тут вообще тогда. и тщеславие, и зависть, и, может быть, жадность, и недружелюбие, и гнев, и чего только может не быть, он праведно себя ведёт, держит, а все страсти внутри его. Это вторая ступень. Ну, что же, и это требуется от человека. И если он ничего другого не знает, то если он старается хотя бы, старается быть именно праведным, вот, в этой жизни поступать праведно, справедливо, ну, слава Богу! И это Бог примет от человека. И третья ступень. Третья ступень святости, которую, собственно, только и можно назвать святостью. Две предыдущие, это, я бы сказал, так, ну, милость Божия, которая очищает этих людей от страстей благодаря тому, что они понуждали всё-таки себя или раскаялись, осознали, смирились. Третья ступень святости, которые достигали вот все те, кого мы именуем, именуем уже, ну, подвижниками, они занимались уже не просто вот этой, этой внешней жизнью и вели себя справедливо. Ну, какая там справедливость, когда какой-нибудь там в Нитрийской пустыне или в Сахаре где-нибудь там в Африке, да ещё один. Ну, а какой справедливости речь там может идти? Ну, никакой. Он ни с кем и не общается почти. Те, которые занялись душой своей, наконец, самым главным, что есть в человеке, душа, ею занялся. Как? Чем занялся? Вот я столько поклонов делаю и мысль, о, тысячу поклонов сделал. Отойди от меня, сатана! А вот там я слышу другой, ух, он уже достиг чего? Зависть подлетает. Господи, прости меня! Тут гордыня возникает какая-то. Вы слышите, борется с чем? Со страстями, которые присутствуют в нашей душе. Очищается от страстей именно самих. Свою душу от страстей очищает. Вот это третья ступень, которая действительно делает человека святым. Это праведность ещё святым не делает. А разбойники говорят, что он свят, ну, сами не будем, пожалуй. А вот здесь, да, они достигали. И вот здесь, когда они достигали этой чистоты души, этой святыни в душе, тогда они достигали именно того, что именуется видением Бога, тогда действительно они могли получать и дары Божии. Вот, например, дай мне сейчас дар чудотворения, вот знаете, что я наделаю? О, я расправлюсь со всеми этими мошенниками, которые там у власти стоят и прочее. Я им всем покажу, где раки зимуют. Мне никак нельзя давать дар чудотворения. Вы что? Я переверну весь мир о прозорливости. Так с ума сойду, начну всем говорить тебе завтра, будет тебе послезавтра. Ничего нельзя дать. Я от тщеславия, от гордыни, от чувства власти с ума сойду. Из грешного человека превращусь в настоящего сатану. Вы слышите? Они, борясь с этими страстями, достигали такой чистоты, что могли без вреда для себя получить и дары прозрения, и дары исцеления, дары даже воскрешения и прочие дары, о которых мы смотрим, и только с благогвением можем преклоняться пред ними. Они могли без вреда для себя. Вот она третья ступень. Вот они действительно именуются церковью преподобными. Сейчас, несмотря на мощное внешнее воздействие, есть очень много таких людей, которые живут не для себя, бабушки, которые живут для внуков, родители для детей, отдают всю свою жизнь для них, но при этом живут без Христа, люди неверующие. Отец Артемий Владимиров говорит, что мы примером для них быть не можем, мы можем о них только молиться. Как вы считаете, среди таких людей возможно какая-то практическая миссия, или здесь уж действительно кого Господь надо, того и приведет, а мы должны о них только молиться? В такой общей форме ответа быть не может. Есть люди, которые с радостью примут ваше слово о Христе, с наслаждением почитают и Евангелие, и некоторые там творения святых отцов, другие отвергнут. Поэтому, прежде чем говорить об этом, мы должны говорить о конкретном человеке, с кем и как. Каждый человек это отдельный мир и в такой общей форме абсолютно невозможно. Но пытаться, пытаться, если когда перед нами вот конкретный человек, ну как же, особенно если родной человек, но обязательно надо попытаться сделать. Ибо любовь это сила активная. Иногда говорят, что это подвижники спасают сами себя? Какая глупость! Вот действительно смердяковщик, другого слова нет. Ничего подобного. Любовь – это сила активная. И она заставляет, не может не заставить человека сделать всё возможное для того, чтобы помочь другому человеку. Вот. Вот это очень важно. Ну и поскольку я уже сказал вот эту фразу о том, что часто рассматривают подвижников как неких эгоистов, которые спасают только самих себя, хочу ответить, что, к сожалению, мы под пользой, которую можем принести другому человеку, подразумеваем только внешние всякие вещи. И забыли о других, о другом могущественном оружии. Когда в арсенопе великого спросили, почему сейчас, это 6 век, почему сейчас, вот в этот период в Византии, мы видим мир? Он ответил. Ответил. Есть три сейчас человека, молитвы которых прямо возносятся к престолу Божию. Мы забыли, что дух первичен. Дух, а не внешняя деятельность. Можно внешней деятельности, я не знаю, чего только не наделать. Но если при этом нет вот этого духовного в человеке начала, духовного импульса правильного, то вся эта внешняя деятельность может в мгновении ока вся разлететься в пух и прах. Мы видим, во что превратилось западное христианство, которое только и занимаются, но приедешь к ним, только и показывают инвалидные дома, старческие дома, детские дома и все прочее. Только это и показывают непрерывно и в то же время исказили до предела понимания духовной жизни. Кстати, очень серьезный вопрос. И результат, результат, запад, если он сгнил, Шмеман, отец Александра Шмеман, который все время в Америке жил, он говорит, запад не может не сгнить, и он уже сгнил и развалился. Достоевский еще в свое время писал, он уже много времени, знаете, в Швейцарии был, и говорил, да в Европе уже нет никакой религии, только она не признается себе в этом. Вы подумайте, какие вещи. С одной стороны, колоссальная социальная деятельность и ремокатолической церкви, и протестантской, с другой стороны, дошли до того, что там практически христиан нет. Люди перестают верить даже в Бога. Христа во что превращают, какие издевательства над Христом. Приведу хотя бы один пример. Вот, ассамблея Всемирного Совета Церквей в Кении в 1975 году, Всемирного Совета Церквей, это организация, в которой включают себя порядка 300 церквей, но в основном это протестантские церкви. Так, в Кении, в Найробе прилетели туда громадные салы, потому что там делегатов тысячи-полторы, наверное. Смотрим, вы знаете, что мы были потрясены, поражены, глаза мне верили. Стоит в центре зала так называемое распятие. Это нечто отвратительное. Это даже карикатурой даже нельзя назвать. Это слишком мягко. Это чудовище, это какой-то дьявол, понимаете, на кресте. Вы что думаете, это просто так? Я помню, мы собрались и потребовали просто руководства, чтобы убрали это распятие, потому что это кощунство. Вы слышите? И всё как ловко. Это распятие, ну как же, агония. Потому что демон там. Ох, как здорово! Вы слышите, где? Я специально говорю об этом, как характеристика христианства западного, который занимается всей этой внешней идеей, социальной, миссионерской, чего там только нет. Кстати, всё миссионерство заквашено на том, чтобы пробраться к полезным ископаемым в разных странах. И вот вам распятие какое! Жуть какая! Какое издевательство прямо над Христом! А в ООН, в Организации Объединённых Наций, я помню, показывают, вот сейчас я забыл, тоже или распятие или образ, да, распятие ужасное! Я говорю, как вы сюда повесили это? А я отвечаю, это подарил папа, вот, простите меня, не помню, какой папа, может, Павел VI или Ан XXIII, не помню, папа подарил. Если бы посмотрели, сказали, боже мой, да до чего же мы докатились! Вы слышите, изобразительное искусство, оно тоже очень выражает, не тоже, а очень выражает, если хотите, духовное состояние не только Творца, но уже и самой Церкви выражает. Вот поэтому мы должны на это обратить внимание, кстати, и понять, что вот эта внешняя социальная деятельность, вот этот акцент, она должна быть? Да, хорошо, но когда мы всё сводим к этому, это первый признак, что мы совершенно не занимаемся самими собой. И вот Западная Церковь сейчас, она уже перестала быть христианской. Мне самому лично, вот, беседуем с одним епископом, кофе пьём, он мне доказывает, что Христос не Бог. С другим, профессор знаменитость в Англии, один из трёх знаменитых библеистов, доказывает мне, Христос не воскрес. Вы слышите? Это никто не будь, вы слышите? Это никто не будь же. Вот беда-то какая. Меня вот что смущает. Мы забыли о сути дела, что христианство состоит не в этой же просто внешней деятельности, и не просто в этой миссионерстве. Слушай, я в Бога не верю почти совсем, я миссионерствую. Интересно, что я буду интересно говорить-то? Ну, я предложу им что-то. А они посмотрят на меня и скажут, что-то вы не очень-то похожи сами на христианина. Что проклад вашего этого христианства? Забыли о том, что суть христианства в чём? В том, чтобы исцелить человека внутри, душу. А мы его христианство уже определяем как какой-то социальный департамент при государстве. Ещё один. И тогда церковь теряет всю свою силу и всё своё значение. Это беда. Ну, извините, что я так говорю. Да, Мой вопрос касается препятствий на путях очищения души. Одно из них вы назвали научно-технический прогресс. Да нет, это не препятствие. Это следствие того, что мы не туда едем. Так а причины, ну, что ли, как препятствия повреждения уму, что бы можно так обозначить? Ну, об этом мы попытались сегодня говорить, что сам факт того, что основная мысль человеческих исканий обратилась не на Бога, а на землю, уже показывает повреждённость перед лицом того, что все же видим прекрасно, что наша жизнь фип, и едет. И вдруг я все силы души направляю на то, что у меня будет отнято безвозвратно. И что будет не только у меня, а у всего человечества, ибо человечество правильно этот, Господи, всё, оно погибнет. Как биологический вид человечества имеет свой конец. Вопрос. Вся цивилизация, все достижения, какой имеет смысл? Какой смысл тогда? Ценно только то, что не имеет конца своего бытия, а здесь что происходит? Так вот, я говорю, это разве не повреждение, это какое-то действительно безумие, но безумие, которое не безусловное, а зависит и от человека, потому что одни видят, что это безумие, а другие нет, не хотят видеть. И говоришь, вот же, вы слушайте, нет, ой, ну, вновь мне, нет, наука не должна иметь никаких нравственных ограничений, слышите? Не должна иметь. Ну, смотрите, к чему приводим же, погубим самих себя. Наука должна быть свободна и выше всех нравственных категорий. Редактор субтитров Продолжение следует...